Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, встречаюсь с парнем. Пишите вы полтора года. Иногда он странно себя ведёт, и я не могу рассказать причины такого поведения. Ну, смотрите, здесь я могу с одной стороны обратить ваше внимание на то, что вас объединяет с молодым человеком и связывает, что между вами общего. С другой стороны, насколько плотно, тесное общение между вами. С другой стороны, я могу обратить ваше внимание на то, что вы, по сути дела, пытаетесь разгадать причину его поведения, ибо пытаетесь опереться на него. Именно опереться хотеть на человека. Вопрос здесь заключается в том, как у вас выходит, что опираетесь вы на другого человека, на причины поведения другого человека. А не на себя. Он дарит цветы. Он дарит цветы. Очень нежный и заботливый. Пару дней назад начал повышать голос и может слегка меня оттолкнуть. Если что-то не понравится, мне совсем не больно, это выглядит, как будто он меня отвергает. Раздражается по мелочам. Ну, смотрите. Конечно, конечно, довольно мало информации вы предоставили о себе здесь, в данном контексте. Но я могу совершенно точно сказать, что полтора года дарит цветы нежный и заботливый мужчина. Очень часто в российских реалиях ведет себя таким образом для того, чтобы покорить девушку. именно покорить, покорить, покорить ее. Забоевать ее. А девушка сама ведет себя так, чтобы ее завоевали. Завоевание означает ценность, но ценность, к сожалению, искусственную. То есть это вот, это искусственная ценность. Именно искусственно, через завоевание, через потребность завоевать, убедить, доказать. После этого, к сожалению, начинается обесценивание. К сожалению. То есть вот, проблематика здесь. Именно то, что мужчина, по-видимому, начинает вас обесценивать. Возникает вопрос. А как человек может обесценить вас, например? Как это возможно? И ответ. В этом смысле. Достаточно прост. Благодаря тому, что вы обесцениваете себя. Причин для обесценивания себя у вас, на мой взгляд, ну не то чтобы прям достаточно, но они есть, эти причины. Связаны эти причины, опять же, с тем, что вы, например, полагаетесь на другого человека. Вот, вы плакаетесь не на себя, в чем момент. И, соответственно, это может являться признаком того, что к себе вы относитесь в какой-то степени пренебрежительно. Вот. Что? Вначале выглядит достаточно миловидно, а потом может вызвать раздражение. Дальше. Значит, он начал повышать голос, может только меня толкнуть. Но здесь ситуация может быть связана, конечно, с разными моментами. Важно, как вы на это реагируете. Если человек делает подобные вещи на постоянной основе, то это значит, вы до него не смогли донести, что, собственно, с вами так нельзя. Вы не смогли до него донести, что нельзя поступать таким образом с вами, что неприемлемо для того поведения. Вот. Человек, по-видимому, считает, что такое поведение допустим. Вот. Вопрос заключается в том, как он к этому пришел. Потому что такое поведение допустим. Так. Дальше. Значит, так. Это выглядит, как будто он меня отвергает. Ну, это вот ваше ощущение, что вас отвергают. Данное ощущение, вероятнее всего, из детства родом. То есть, тут нужно смотреть на ситуацию. То есть, ну, на то, как образуется это ощущение, что вас отвергают. Что именно вас отвергают. Не чувствует ли вы себя в этот момент плохой, например. И так далее. Это важно. Ага. Дальше. Довторожаясь по мелочам. Очень важно, не чувствуете ли вы вину и даете ли человеку возможность понять, что вы здесь ни при чем. Например, сегодня вы поехали в магазин, немного поругались за мелочи, совсем чуть-чуть. Здесь необходимо выявить именно ваш вклад в конфликт. Из-за чего конкретно я поругался, какой конкретно мой, моё участие в ссоре. И так далее. Потому что ссора есть ссора. Это психологическая игра в скандал. Можете почитать в интернете. Дальше. Он развернулся и уехал домой, оставил меня одну, хотя на улице был дождь и я пошла к себе домой одна. Здесь выглядит, вот знаете, здесь ситуация выглядит так, что либо у молодого человека что-то не так в жизни сейчас, и это просто отголоски такие, хотя это тоже проблема. Либо вы стали его действительно раздражать тем, чем раньше привлекали. То есть вот как раз то, что я говорю, перекос в отношениях в первую сторону, он порождает перекосы в тех же отношениях, в другую, к сожалению, в сторону. В итоге ничего хорошего из этого не получилось. Так что здесь, то что вы можете сделать, это, наверное, всё-таки начать повышать смооценки, да, и как-то вот работать с личными границами, и в целом с обретением такой вот, ну, большей, наверное, целостности что-ли, своей собственной. Дальше, значит, что-то наставило за дно, ну, когда на улице был дождь, мы поехали одна, точнее, пошли одна домой. Ну, вот здесь опять же момент, как вы к этому относитесь, у меня есть ощущение, что вы, ну, как-то вот чересчур, что-ли, полагаетесь на человека, на мужчину, ну, на мужчину, слишком сильно. Как будто бы себя без него не мыслите. Вот, ну, если это так, то, тут, мне кажется, путь немножко не туда, не в ту сторону. Дальше. А, неделя назад это было замечательно, я тоже молчу, но не знаю, что мне делать дальше. Ну, что делать мне дальше, чтобы что, это первое. Что делать дальше, чтобы что. А, и второе, это, что было недель назад. Может быть, недель назад что-то произошло между вами. А, тут, можно, посмотреть, поисследовать, вот, и вообще, как-то вот, сформировать свою позицию дальше. Цель-то у вас какая вообще? Понять, ну, понять, а, другого человека, ну, это невозможно, невозможно понять другого человека. Чужая душа, подъемки, да и неэтично. Вот. Вы можете разобраться в себе, если хотите, если хотите. В этом мы можем помочь вам. Ну, это всё. Я надеюсь, что мой рвет был болезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас.